Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Недавно я снял видео о венчурных инвестициях и, в частности, о проекте Jam4Me. И я ясно дал понять, что это венчурная инвестиция, что венчурные инвестиции – это такая штука, что есть достаточно большой риск потери денег, я не скрывал этого, и есть вероятность того, что это выстрелит и даст бешеную прибыль. Видео называлось так, скоро я стану страшно богатым, и так далее. Я вложился, я вложился, и не скрою, что несколько человек последовали, моему примеру тоже вложились в этот проект. Поэтому я решил, что надо, наверное, снять видео, где я расскажу достаточно честно о том, что это за проект. Я решил выяснить всю информацию. И то, что я выяснил, я сейчас попытаюсь вам рассказать. честно выложить без всяких зазываний и так далее. А вы уже сами оцениваете, хотите вы туда вкладываться, хотите вы рискнуть или нет, так же, как я. Потому что я чувствую свою ответственность просто. Вот и все. Итак, что такое мессенджер, проект мессенджера Jam4Me? Это новая разработка, которая разрабатывает мессенджер, который предполагается, что он взорвет рынок и, соответственно, ну или не взорвет рынок, но, по крайней мере, займет достойное место. И если цели организаторов будут достигнуты, то акция этого проекта Jam4Me, в который мы вкладываемся в венчурную инвестицию будет стоить 3000 евро по оценкам. Вот. Ну и цель организаторов этого проекта, чтобы добиться вот этого 3000 долларов. Стоимость акции сейчас при инвестировании стоит в районе 65 евро. Понимаете, да? Сейчас 65, будет 3000. Деньги на этот проект решено собирать вот в виде краудинвестинга, то есть в складчину собираются люди, которые делают этот проект, складчина. И вступить в проект можно, ну, пакетами, там есть пакеты, там, GO, значит, там, не помню уже. Вот. Я инвестиционный пакет купил премиум. Там есть коэффициент корпоративного участия. Самый минимальный пакет – это 135 евро две акции. То есть, безусловно, получается. Но коэффициент корпоративного участия, там, 0,25. Следующий пакет там 406 евро, я говорил, и коэффициент корпоративного участия 0,5. У меня пакет премиум за 1200, не помню, евро. Каждый следующий пакет увеличивается ровно в три раза по сравнению с предыдущим. Мой пакет – 1235 евро. Вот. И там 18 акций. Соответственно, коэффициент корпоративного участия 0,75. То есть, смотрите, что такое коэффициент корпоративного участия? Это при продаже проекта стоимость акции, стоимость тех акций, которые находятся у вас, будет, ну, скажем, 3000 евро. Умножаем на коэффициент корпоративного участия. Чем больше акций, чем выше пакет, тем выше коэффициент корпоративного участия. Коэффициент корпоративного участия можно повысить. Каким образом? Ну, во-первых, доинвестировать, а во-вторых, привлечь новых клиентов. Понимаете, да? То есть, у меня есть прямая выгода привлечь вас в этот проект. Но, с другой стороны, я не хочу портить себе карму. Я поэтому говорю честно и откровенно, что там есть риски. Итак, прежде чем вкладываться, я предлагаю вам оценить возможности того, что этот проект стрельнет, насколько он стрельнет и так далее. Поэтому сейчас я хочу рассказать несколько слов об этом проекте, то, что я выяснил. Итак, этот проект мессенджера, он начался в 2014 году, но в 2014 году это была просто идея. На самом деле, вот, мне сказали, что реально этот проект, ну, реальные разработки, уже конкретные, вот, на земле начали в 2015 году. Как всегда, в венчурных инвестициях, это стандартная схема, в основе проекта стоят люди, энтузиасты. Вот это вот вообще энтузиасты, вот, чем они мне симпатичны, чем вот этот проект симпатичен, это энтузиасты, это вот, они горят идеей, которую они хотят сделать. Вот они говорят, слушайте, смотрите, мы возьмем, мы сделаем лучший мессенджер, который мы сделаем его на мировом уровне, мы россияне, вот, и без этого нельзя. То есть, если люди, которые основывают проект, они не верят в этот проект, то они ничего не добьются, вот, и, то есть, они вот вообще горят этим делом, они говорят, мы возьмем и мы этого добьемся, и только так можно добиться цели. Вот это есть, друзья мои, это есть, но это энтузиазм, на голом энтузиазме, конечно же, не делается, и основатель проекта, я не помню уже, так сказать, там, фамилию, так сказать, не суть важна на самом деле, вот, он технарь. Он технарь, он работает, так сказать, там, как бы, МВТУ имени Баумана закончил, и многие его друзья тоже работают вот в этой же области, и многие друзья, они работают в компании, ну, Синезис. Что такое компания Синезис? Компания Синезис как раз занимается IT-разработками, разработками вот таких подобных проектов. Это очень крупная компания, резидент Сколково, очень крупная компания и есть филиал в Минске, так вот филиал в Минске занимается как раз венчурными разработками, он обращается туда, в компанию Синезис, там есть друзья, знакомые, он говорит, слушайте, вот у меня есть такой бешеный проект, давайте вот мы сделаем этот проект, давайте вместе сделаем. Мне это хорошо, но это стоит денег, это стоит денег, без денег ты ничего не добьешься. Он говорит, сколько? Они говорят, много. Он говорит, скажите, сколько? Ну, короче говоря, они сказали, что вот без первоначальной суммы, вот в такой сумме мы не начнем. Он говорит, окей, я принесу вам деньги. И мы начнем. Что такое компания Синезис? Компания Синезис, она разрабатывала известный проект Viber. Viber, вот, ну, у меня на телефоне стоит Viber, это первый мессенджер, который я поставил. Вот, и компания Синезис, после того, как разработала Viber, они продали этот проект, Viber, за 900 миллионов долларов японцам. Что сделали японцы? Японцы его немножечко раскрутили побольше и, соответственно, уже через год этот проект стоил Viber, мессенджер Viber стоил в 10 раз дороже. За год стоимость мессенджера Viber выросла по независимым оценкам абсолютно в 10 раз. И, ну, с одной стороны, конечно, типа кусают локти, но с другой стороны, это первый их проект. Это первый проект. Они говорят, ну, мы получили прибыль, мы, так сказать, получили достаточно большую прибыль. Но сейчас, говорят они, что мы поняли, что недостаточно просто разработать мессенджер, недостаточно просто его разработать, его надо еще раскрутить для того, чтобы продать подороже. Вот такая история. Вот. И смотрите, почему мессенджер? Давайте посмотрим на историю. Вы скажете, что уже полно мессенджеров на рынке. Полно мессенджеров, но… Ну, какие мессенджеры? Вот у меня, например, на телефоне стоит Viber, но я смотрю, все пользуются, все знакомые пользуются WhatsApp. Ну, хорошо, я поставлю WhatsApp, потому что мне надо общаться, мне надо продавать биржу для чайников. Согласитесь. Вот. Поэтому WhatsApp. Вот. Я поставил WhatsApp. Viber мне, в общем-то, не очень нравится, честно говоря, потому что там, ну, есть какие-то вот затычки, которые, не знаю, не нравятся мне. Например, Viber для компьютера. Я поставил Viber для компьютера, но, блин, если он обновляется, то он все. Он говорит, так, всем ша, я обновляюсь. И все. Он мне парализует всю работу на компьютере. Ну, мне это не нравится, я его снес с компьютера, чертая матерь. Вот. WhatsApp. Там вообще, так сказать, мне много чего не нравится, но все им пользуются. Ну, что делать? Вот. В WhatsApp мне очень многое не нравится. И я поставил Telegram. И, блин, небо, земля вообще. Мне так нравится Telegram. Вообще все нравится. Но, к сожалению, вот наши надзорные органы, наши ФСБшники пытаются задушить Telegram. И регулярно возникают проблемы со связью с Telegram. То есть, ну, тоже это раздражает, конечно же. И, ну, то есть, я понимаю, что если наше государство взялось за что-то, то оно будет душить бизнес этот до конца. Вот. С Telegram, я имею в виду, и с Дуровым. Хотя, на самом деле, Дуров, я считаю, что гений. И он настолько гений, что они не могут с ним справиться, к счастью. Вот. И вы скажете, а почему Jam4Me вдруг порвет этот рынок? Давайте посмотрим. Смотрите. На историю. Когда я только начинался интернет, блин, такая штука классная вообще интернет был. Вот. Много ресурсов стало появляться. И в этих ресурсах надо было ориентироваться. И чтобы ориентироваться, надо искать там информацию. Для поиска информации была создана компания Yahoo. Такая шикарная компания. Прямо вот берешь, раз, запрос, и она ищет, и находит тебе все, что надо. Но это было вообще вот открытие. Вы понимаете? Yahoo. Компания Yahoo – это было открытие. Поисковик, он прямо вот все делает. Все хорошо делает, все шикарно. Ничего не может быть лучше, чем Yahoo. Вот. И кроме того, если я подключаюсь к интернету, как подключение к интернету происходит? Через интернет-провайдера. Интернет-провайдер мне обеспечивает этот самый доступ в интернет. И я еще могу у интернет-провайдера зарезервировать ящик для почты за отдельные деньги. И вообще вот это круто. Интернет-провайдер дает ящик. И через почту я могу моментально, то есть не через отделение почтовой связи, посылать письма какие-то или факсы, вот эти дурацкие совершенно, которые вылезают, этот рулончик, который потом раз, а он на солнце выгорает и так далее. И никакого качества. А тут по e-mail шикарное качество фотографии. Это вообще было небо, земля, открытие. Вот. И провайдеры брали за это деньги. И вдруг появляется сервис Hotmail, который говорит, ребята, а можно все это сделать бесплатно. Если вы зарегистрируете у нас свой почтовый ящик, пожалуйста, вы бесплатно, сколько угодно почтовых ящиков. Бесплатно. Провайдеру надо платить здесь бесплатно. Провайдер, если выключил свой сервер, то все, значит, моя почта зависла. У Hotmail ничего не зависит. Мы гарантируем, что это ничего не зависит. Ну вот, давайте почту на Hotmail. Смотрите. Есть компания Yahoo, которая вот вообще, так сказать, поисковик шикарный. Есть компания Hotmail. Вся почта там. Можно их потеснить? Нельзя. Вообще нельзя. Где сейчас компания Hotmail? Вы о ней слышали? Где сейчас компания Yahoo? Вы о ней много слышите? Вот. Почему? Потому что появился Google. Он говорит, слушайте, а у нас будет поиск лучше, чем у Yahoo. У нас будет тоже почтовые ящики лучше, чем у Yahoo. И мы даем быстрее поисковые ответы, чем Yahoo. У нас почта лучше, чем у Hotmail. И самое интересное, что, то есть они дают, смотрите, вот этот дает один сервис, этот другой. Google говорит, мы дадим оба сервиса. И лучше. И еще у Google есть коммерческая составляющая, которые, ну, может быть, упустили Yahoo. Чем хорош Google? Тем, что, смотрите, поисковики. Что такое поисковик? Ну, мы ищем, так сказать, а откуда деньги возьмутся у поисковика? А вот откуда. Поисковик знает, он анализирует все, что ищут. Google начал первые это искать. Они поняли. Надо анализировать то, что ищут люди. И та информация, которую ищут люди, ее можно продать. И можно вставлять рекламу туда. То есть на поисковую страницу, там, где поиск, надо сказать, баннеры, то, что ищут. А что ищут люди? Под тем запросом поисковым, который ищут люди, можно сделать картину клиента, аватар клиента, его интересы. И в соответствии с его интересами подавать рекламу на баннерах. Эта реклама будет продаваться. И если реклама будет продаваться, рекламодатели получают выгоду. Соответственно, Google получает выгоду. С почтой то же самое. Не надейтесь, что ваша почта не просматривается. Вы пишете переписку, значит, гарантирует, что никому не выдаст содержание ваших писем. И не выдает. Но анализируют. Они анализируют почту глобально всех. И они пишут, анализируют слова, которые приходят вам на почту, или то, что вы посылаете. Они понимают тоже круг ваших интересов. И тоже в поисковике, в почтовом сервере тоже появляется реклама в соответствии с вашими интересами. Вот в чем дело. То есть все эти сервисы, они наблюдают за клиентами. Понимаете? Дальше были... То есть смотрите, что я хочу сказать. Что на стыке, то есть вот есть сервис поиска, есть сервис почты, они стыкуются, анализируются. И делается из этого коммерческий проект. На этом зарабатываются деньги. Еще один момент. Смотрите. Был такой студент Цукерберг. Он учился в университете. И когда он учился в университете, он придумал такую фишку. Говорит, слушайте, а давайте вот, ну, люди любят посплетничать. Давайте посплетничаем в интернете. Вот. Вы можете посплетничать в интернете, поместить куда-то. Вот я создаю такой ресурс. Вы можете, сказать, там поместить свой пост. И каждый может под этим постом написать свое мнение. Что он думает по этому поводу? Вот и все. Вот. И вдруг это понеслось. Люди начинают, оказывается, у людей есть потребность просто вывалить какую-то графоманную, значит, начинают что-то писать, свои мнения высказывать. И остальные говорят, да ты дурак, да ты там за кой. Вот. Оказывается, это понеслось. Значит, сначала это в рамках университета, потом стало разрастаться. И вдруг выясняется, что по этим публикациям тоже можно. И по откликам на эти публикации можно сделать аватар клиента. И можно посмотреть, какие публикации становятся более популярными, которые менее популярными. И понеслось. Соцсети. Это хорошо, сказать. Туда потом появился Инстаграм, где люди говорят, а давайте вот сфоткаемся, сказать, что люди любят. Фотографии, где мы отдыхали, что мы едим, значит, наших котиков и так далее. И это тоже понеслось. Опять же, Фейсбук говорит, так, хорошо. Можно. Раньше там не было фотографий вообще. Вот. Давайте фотографии публиковать. Вот. Но есть LiveJournal, который тоже говорит. А в Facebook может только одну фотографию, в LiveJournal много. Но. Где LiveJournal? Он не выжил. Facebook выжил. Почему? Умеют анализировать информацию, умеют ее продавать. Вот почему. И смотрите, еще один момент. Когда-то в 90-х появились пейджеры. Что такое пейджер? Ну, тогда еще не было связи такой вот, сотовые телефоны. Еще не появились. Были пейджеры первые. Дело в том, что, так сказать, пейджеры используют такую штуку. Через ее на сферу можно посылать сигнал. Он посылается далеко. Никаких затрат не нужно. Вот. Но сигнал крайне непостоянный. А для передачи текстовых информаций постоянка и не нужна. Вот. Были пейджеры. Потом, когда появились сотовые телефоны, пейджеры моментально умерли, потому что отпала и необходимость, потому что можно уже разговаривать с человеком. Есть обратная связь. У пейджера не было обратной связи. Только туда можно было послать. Вот. Появились телефоны сотовые. И все. Пейджеры моментально все умерли. Но пейджер посылал сигнал через ее на сферу. Значит, там была очень возможность коротких сообщений посылать. И изобретатели сотовых телефонов, они говорят, слушайте, есть такая штука. Давай просто бесплатно совершенно дадим возможность людям вот такие текстовые сообщения коротенькие посылать через ее на сферу. Так вот, шутки ради вообще, так сказать. Хрен знает что. СМС-ки. И вдруг СМС-ки пользуются бешеной популярностью. Люди не хотят разговаривать, люди посылают СМС-ки. Все говорят, почему? А хрен его знает, почему? Вот такой феномен. И значит, а давай мы будем за СМС-ки брать деньги. И люди начинают брать за СМС-ки деньги, тоже анализируют все тексты СМС-ки. Не надейтесь, что все это бесследно. И соответственно, так, можно сказать, СМС-ка, номер телефона круг интересов. На этот телефон будем посылать рекламу, будем ее продавать и так далее. СМС-ки. Но СМС-ки дают только тексты. И понеслось. Мессенджеры. Появился ICQ. У всех стоял ICQ. У всех стоял ICQ. Но где сейчас ICQ? Его нет. Потому что после ICQ появились другие мессенджеры, которые не только через компьютер, они стоят и на компьютере, и на телефоне. Появился Viber, появился WhatsApp, появился Telegram. И опять же, он не анализирует всю информацию, и уже через Telegram можно продавать. В Telegram появились чаты, которые, ну, то есть, смотрите, соцсети – это чаты, Instagram – это чаты, ну, фактически. То есть, это люди могут публиковать что-то, значит, свое мнение высказывать, сплетничать, и разные люди высказывают свое отношение к этому. В Instagram – это в виде фотографий. В Facebook – это фотография плюс тексты. Ну, то же самое, фактически. То есть, они буквально вот, ну, сближаются друг с другом. Вот. Есть YouTube, который говорит, ребята, изображение – это намного круче, так сказать, видео изображение – это намного круче, чем просто фотография. Фотография – это намного круче, и подача информации намного круче, и есть YouTube – это отдельная отрасль. Вот. И смотрите, все это анализируется, вся эта информация анализируется, и в мессенджерах можно и посылать и фотографии, можно посылать видео, можно посылать ссылки, можно создать блог, и, так сказать, блог, как в этом самом, быть блогером в Telegram уже можно. И в этом блоге можно управлять. То есть, там есть боты уже возникают и в Telegram, и боты направляют клиента туда, куда надо. А куда ему надо? А ему надо прийти, чтобы он купил ваш продукт. А еще появился самый богатый человек в мире сейчас – Bezos. Это основатель Alibaba, не Alibaba, господи, Amazon в Америке. Alibaba – это, так сказать, такой же сервис в Китае. Он тоже бешено растет. Каким образом? Люди продают то, что они хотят продать, значит, это барахолка всемирная, и там просто товары, ну, как-то позиционируются. Можно выбрать, можно найти, то есть, есть поиск, поисковая система. Можно пообщаться, то есть, отзывы оставить. И, соответственно, можно продать все, что угодно, и купить все, что угодно на этих сервисах. А что делает Alibaba? Да, они просто предоставляют этот сервис и берут за пользование сервисом какой-то процент. Так вот, аренда, грубо говоря, в интернете. Так вот, арендодатели получают бешеные прибыли. О чем я? О Jam4Me. Так вот, проект Jam4Me хочет соединить в себе все эти возможности. возможности мессенджера, можно паблик-чаты создавать, можно продавать товары, marketplace, и за это брать деньги. Можно продавать рекламу, и за это брать деньги. И об этом разработчики думают. С самого начала заложена возможность людям общаться. Она уже есть, есть общение. Пожалуйста, вы можете загрузить этот мессенджер. Он находится на финальной стадии разработки, там есть еще недочеты, но общение, боты, чаты вести. Есть внутренняя возможность внутренних расчетов, как в платежных системах типа Kiwi, трансграничные расчеты. И есть возможность marketplace. Она туда заложена, и она будет развиваться. Вот, теперь, поэтому, вот, считаю, разработчики говорят, что наш мессенджер станет лучшим. Вот, теперь по поводу цены. Смотрите, сейчас я попытаюсь найти оценку. Они говорят, что были независимые аудиты, и этот независимый аудит дает оценку этого мессенджера. Вот, сейчас я нашел эту оценку. И давайте вот честно скажу. Вот все это вот фантазии, то, что я говорил. Давайте, вот, разработчики, мне что понравилось, они достаточно трезво оценивают возможности своего мессенджера. Вот, посмотрите. Вот оценка аудиторской компании. Мне кажется, это не самая крупная аудиторская компания, но я ее почитал. Сейчас я попытаюсь ее увеличить. Вот она. Оценка основана на следующих вычислениях. 71 доллар. Это средняя стоимость одного пользователя мессенджера, базируется на исторических данных. Тут, ну, средняя стоимость всех мессенджеров, то есть, сложили, средняя арифметическая получили. Смотрите, приложение 1. То есть, они берут среднюю стоимость всех мессенджеров, делят на количество пользователей этих мессенджеров, получается 71 доллар за пользователя. После этого они берут и умножают это на 59 или 58 процентов. Тут плохо видно. Дискаунтинг фактор. С дисконтом 58 процентов от этой суммы, от 71 доллара. Получают 29,11 долларов за одного клиента. Очень разумный подход, в принципе, такой вот, ну, плюс-минус, конечно, вот лапать, но тем не менее. С дисконтом почти 50 процентов, то есть, на 50 процентов ниже, опустим эту стоимость, вот и все. Вот. 29,11 долларов за одного клиента. Дальше они берут и умножают на тот момент подтвержденных скачиваний в Google, Google Play, было 5 миллионов. Значит, 5 миллионов 391,293 клиент умножаем на 29,11 долларов, получаем 156 миллионов 940 тысяч долларов. Вот такая оценка. Теперь смотрите, всего акций выпущено 4 миллиона штук. Делим 160 миллионов на 4 миллиона, получаем сколько? 40 евро, 40 долларов за акцию. Это на момент, когда было 5 миллионов. Сейчас уже больше 7 миллионов пользователей. Умножаем это на 7 миллионов, получаем в районе как раз 60... так, в районе 50 или 60 долларов за акцию. Вот так. Акция продается за 65 евро. И что говорят разработчики? Они говорят, да, вот сейчас так. То есть мы вкладываемся в проект. Мы понимаем, что вот этот проект, согласно... Да, все оценки, которые были, они, каждая следующая, в два раза дает выше оценку стоимости проекта, чем предыдущая, за год. То есть каждый год сумма оценки удваивается. И они говорят, мы понимаем прекрасно, что сейчас стоимость проекта вот такая. Почему мы считаем, что стоимость акций вырастет до 3 тысяч евро? Потому что мы будем заниматься дальше, будем инвестировать средства как раз в раскрутку этого проекта. То есть сейчас все деньги направлялись в разработку мессенджера, в разработку всего. Разработки завершаются, они на финальной стадии. И дальше, помните, с Viber ситуация, в 10 раз выросла оценка за год. Поэтому, говорят, они сейчас будут вкладываться в наращивание количества клиентов. Это вы видите, что стоимость оценки опирается на количество клиентов, во-первых. Во-вторых, на предоставляемый сервис. То есть, смотрите, сразу мессенджер начинает работать, и мессенджер начинает приносить прибыль, во-первых. За счет чего? За счет этого же маркетплейса. То есть это сейчас основное внимание разработчики уделяют маркетплейсу для того, чтобы он начал приносить прибыль, чтобы люди начали покупать, продавать. Потому что Amazon, потому что AliExpress так делают, и они получают бешеный рост. Мы тоже будем получать бешеный рост, говорят разработчики, во-первых. Во-вторых, мы будем получать бешеный рост за счет того, что пользователи будут количество увеличиваться, и конечная цель – продать этот проект как можно дороже. мессенджер собираются продать, да, собираются довести достаточно быстро количество пользователей этого мессенджера до 100 миллионов человек. Сейчас 7 миллионов хотят довести до 100 миллионов достаточно быстро. Они говорят, эта цель реальная. Они говорят, что вы говорите, мы фантазеры. Нам говорили, что мы фантазеры, когда мы сказали, что мы создадим этот мессенджер. Мы его создали. Теперь вы скажете, что они фантазеры в том, что они добьются 100 миллионов пользователей. Они фантазеры, да, но они знают свою цель, и они идут к ней. И есть большая вероятность, что они добьются этого. Наша роль – это верим мы в это или нет, хотим мы в это вкладываться или нет. Вот и все. Они могут победить, могут – нет. Но, вы знаете, мне нравятся такие люди, фантазеры типа Илона Маска. Вот, поэтому я вложился, я не жалею. Стоит ли вам вкладываться, я вам рассказал, вот, что это такое, во-первых. Во-вторых, значит, ну да, там есть возможность заработать самим за счет привлечения. Опять же, смотрите, оцените свои возможности. В принципе, честно говоря, я уже почти вернул все свои средства за счет того, что я привлек вот этим одним видео просто столько инвесторов, что я уже вернул себе больше 600 евро. Но сможете ли вы вернуть? Это вопрос. Вот, о том, как мне удалось вернуть 600 евро из тех 1200 евро, которые я вложил. За счет чего? За счет маркетинга. Я расскажу, наверное, в отдельном видео. А сейчас вот и так уже много. Не смею дальше задерживать ваше внимание. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. Я продолжу о системе маркетинга, о том, как на этом можно заработать. Ну, в отдельном видео. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.